Привет, зрители! Сейчас где-то так без 15-4 часа дня. Меня вырубила после монтажа хавчика на камеру с утра. Потом у меня что-то такая мёба была. А потом как-то я установила приложение Алиэкспресса. Вообще меня подружка была на днях. И что-то стало лазать, мне как бы ничего не надо. Но оно предлагает как бы 150 рублей бонусом, ну, купон, если я там что-то закажу. Но, по-моему, это обман стопроцентный, потому что я уже как-то пыталась там что-то заказать, как новый клиент. Потому что данные от старого аккаунта ни хрена не помню. И вообще там, да, тут такая картошка, про которую я говорила, что в супе я что-то не согрела. Я решила, что можно картошки похавать на камеру, потом мозги повесить. Ну, короче, делала там какой-то аккаунт, заходила что-ли через контакт, чего-то там накидала тестово в кардину, никакой этот купон не прошёл. Но у меня сегодня, разбирая чеки, внезапно обнаружила купон, сколько там, 200 рублей. От минимального заказа на 300 рублей. От пятёрки сроком жизни до 16 ноября, думаю, не намутили там чего. Ну, пройдёт, да, пройдёт, не пройдёт. Теста ради, на 100 рублей какой-нибудь хрени закажу. Типа там, гигиеничка, которая является зелёного цвета на розовый. Или крем для рук. Типа, дойдёт, да, дойдёт, не дойдёт. Ну, узнать больше ничего заказывать я не буду. Мне тупо там ничего не надо, как бы. А подружка узывала в контактике, ещё, там столько всякой нужной мелочи, чего нет, допустим, на Озоне. Но я вот так смотрю, на Озоне сейчас есть функция заказать Озон Глобал. Чего-то из Китая. Я так подозреваю, что они сотрудничают с теми же продавцами, которые сотрудничают с Алиэкспрессом. А дальше был прикол. Я заскиншотила, а потом, может, в Инсту скину. Или в Телегу. В блогик. В Телегу, наверное. Потому что в Инсту обрезает телефонный формат. Короче говоря, там, выбираете доставка в Россию и адрес, типа, как бы мой. И оно мне пишет аналогично, как если бы доставка из США, Франции, там еще откуда-то. Кроме Китая, с Китая доставляется. Только с Китая для меня доставляется. И вот оно мне пишет, выбирая доставку из России, в Россию, оно мне пишет, типа того, что доставка из этой страны в вашу страну невозможна. Я так думаю, может, у меня какая-то своя теперь страна. Мне что-то пишется. Как бы можно было положить по жизни, не только перчик выбирать, но вместе с помидорками. Но я что-то прониклась и хотелось, мне, видимо, только перчика. Я сегодня узнала, что очередной мой зритель не просто обычный человек, а тоже смотрит эти самые хавчики на камеру. Для меня это было слегка шоком. Я веровала, что этот человек, помимо странного ника, просто обычный. У меня тут беленькая тряпочка, имитирующая платок. Я ее как-то постирала и решила, что пусть она снова будет имитировать платок. У меня как-то... О! Может, мне там платочков заказывать на Алиэкспрессе, да? Назову платочков как-то напряг совершенно. Вот, много накидала сюда картошки и выбирать ее неудобно. Вчера я плоской тарелки ела. У нас такая погода, что только и спать. Я вот думаю, если как-нибудь один день есть и спать, спать и есть, то потом попустят или нет. Ну что, в следующий день будут, допустим, вставать нормально и спать не хотеться. Сейчас как бы спать-то и не хочется. Уже. Ну, такое нудное состояние. Сначала думала сходить купить хлеба, потом думала, а что мне за хлеб? Мне конкретно так специально не хочется. Вместо хлеба можно хамячить хлебцы. А только ради хавчика на камеру к супу хлеб именно как хлеб, а не хлебцы. Тоже как-то думаю, ну нафиг. А в итоге я поняла, что как бы хочу картошки, но супа пока не охота. И суп можно оставить на ужин. Надо бы посадить еще. Ты не смотри, зритель, у меня как бы не холодно. Ну, в смысле дома-то как бы более-менее тепло, только сегодня придурочный кот открыл балкон, который как бы сам по себе закрыт, но на балконе около 8 градусов. Теперь в комнате вместо 22-20. Как-то холодно, блин, так. Здесь-то чуть потеплее. Ну, кухня поменьше как бы размером. Я тут готовлю. Скажем так, ту штуку с перцами делала одна тюня. А эту капусту делала другая тюня. Родственники, в смысле. Ближние не совсем. Надо, что можно еще пятак варить. Ну, естественно, я ничего не за это не сняла, ни обзор чая, ни АСМР. Ну, там как бы шумно уже было, чтобы АСМР писать. Не обозрела посылку. Ну, там часть маленькая из посылки, обозренная, в Инстаграм фотка обезьянки скинута. Мы еще вчера с посылательницей в этой самом в Фейсбуке общались с видео. Во-первых, благодаря ей узнала, что в Фейсбуке можно общаться с видео. Так же, как, допустим, в Скайпе. Во-вторых, человек на аватарке, ну, как у меня обычно бывает, если на аватарке зайчик, там анимешка какая-нибудь или еще что-то. То я думаю, что человек так и выглядит. Особенно, когда он зайчик. Да-да. Так и есть. А тут на аватарке такой суровый человек был, что я как-то и общалась, а так же по сети. Ну, визуально ощущение от человека было несколько иное, чем оно оказалось, когда с Фейсбе с Фейсбе общались. из серии первое питание бывает обманчева. Иногда. как бы зритель меня на год старше, но у меня ощущение было, что я со своей классной по школе общаюсь. что-то как-то может быть, как-то это как-то как-то это как-то так. У меня тут чай, я только присованный лун, который уже распрессовался. Лингтонг, запакованный в Китае и выращенный там же. Очень мне нравился этот лингтонг. Я про него давно уже забыла. А тут внезапно увидела на зон. Ну и как бы там есть по-русски чисто лингтонг, в России создана, или для страны СНГ. А есть чисто вот китайский вариант. Еще это, наверное, на китайцев, ну и потом, кто еще купит. Я не салтурная, на лиэкспресс пришелся. И теперь внезапно есть на вайберис. Не, наверное, было что сюда положить, а не вилкой тыкарта. Теперь, благодаря этой томатной штуке, тут больно жидко внизу. У меня там еще несколько картошиных, кстати, есть. Я еще там маленьких 8 штучек почистила. Это картошка из Майсивска нашего деда. Ну, вообще, как бы у меня есть картошка и, хотелось бы сказать, смиранга, ну, в смысле, с сала. Ну, вот тут я почистила дедовскую. Чем хорошо управлять телефоном? На записи в начале ролика не надо срезать тот момент, когда нажимаешь на кнопку записи, потому что обычно щелчок такой, ну, звук есть. Хотя, в этот раз я при монтаже чуть-чуть срезала. Потому что я сначала нажала, а потом сообразила, что у меня уже запись идет. Молчание ягнят такое. Вуаля, я тут чай все налила. Я вспомнила, что у меня есть финики в двух коробочках. Одни допотопные, другие не очень. Оба когда-то были свежими. Ну, в смысле, продавались, как свежие. Они еще, как бы, и свежие есть. Но я попью с конфеткой. Тут что-то мне на теклу. А я, кстати, в магните покупала. Чудесный край. Конфеты помадные. Я рассчитывала, что почему-то там вот что-то типа коробки в шоколаде. Или помадки, которые вот такая вот... Бывают такие конфеты, называются черепашка. Еще бывают помадки такие вот. Но на деле это ни то, ни другое. Просто мягкая начинка. Немного разочарования. Видно там, наверное, было. А могут помочь. Даже как-то там. Счастья. А вот и кстати-то. А вот это один. А вот и вот. А вот я работаю. а там где-то все мне больше у меня там шоколадка мне сегодня скинули фоточку и сказали что вроде как вещай что я хотела купили япония стоит японского супермаркета так вот все про этот самый он две или три заварки уже выдержал я думаю что еще выдержит наверно три надо потом еще варить потому что тут не все листики распустились и развязались растворились а ну смысле раздолбались они же с прессованы были соседи холобы снули дверью не знаю слышно было ли и вот несмотря на то что на семена чила я тут примерно на месяц забила и только в одном супе их в один суп их как-то добавляла все что их какое-то ногти у меня продолжают рстить ровненькие хорошенькие мало ли что-то блин такая гручная стала но в смысле как-то это или так было я не замечала вроде никаких то сверх таких компонентов нам нету при монтаже первый монтаж где-то на полтора часа был какого-то там ну первый раз тут так на полтора часа чуть это монтировала и вот сегодня этот хапчик сначала был чат 19 когда фоткала шуткинуть на youtube что типа вот оно готовое а потом она стала уже сейчас 40 монтироваться интересно слышно было как чай по пищеводу булькал сегодня я уже не доползу до шиповника смысле доползу на его на работе ему собирать на немножко прогуляться сейчас в этой серой погоде мне когда-то еще изумрудный пуэрдил фубы изумрудный лун должен прийти я на вайдбери повторно заказала то что может сегодня все таки обозрю так зритель наверно все я тут по поздно пообедал рано позавтракал поздно пообедал даже чаю попил супа я потом поем вот в этой кастрюльке беленько у меня картошечка одна кастрюлька с водой закончилась одна бутылка с водой закончилась и пол баночки с водой тоже закончились хотя вот так бы еще бы что было снуть я зафизачила заварку но им нужно постоять прежде чем он нам даст нам все свое самое лучшее вот интересно заварится еще или нет четвертая жаришка поэтому я сейчас нарю этой минералочки потому что что-то мне этих двух конфеток на одну чашку много оказалось я уже отвыкла от столько конфет в чашку и хочется цепить и снова практически благородная отрыжка случилось что-то между и камой отрыжкой что-то сразу вспоминается как в каком-то там историческом анекдоте какой-то гость у какого-то злобного царя сидел хомячил хавчик ну и ему типа говорят типа как вкусно было и он типа вкусно а надо было рыгнуть это видимо тем у тех кто на первый ролик поболел хотя мне про хавчики на гамеру говорили когда я еще на тифоретнике печат напечатала и фотки хавчика скидывала что есть какие-то люди которые хавают на гамеру другие люди это смотрят я так всегда охредевала думаю фига себе что правда что ли а внезапно да чем больше поросячнее хавают эти люди тем больше другие смотрящие восторгаются надо было чашечку окатить потому что у меня тут осадок от чая я увиделся ну да ладно ну я вряд ли это все оси ну да ну да я тебя потом когда не допью спасибо зрителям за компанию надеюсь тебе захотелось похавать после этого всего ну а если вдруг не захотелось поставь зеркало у себя вот у меня и зеркало такое небольшое я в него физиономию протираю губки марафетти все такое поставь зеркало напротив себя в своей тарелке увидишь сам себя во первых во вторых как бы не один будешь больше хавать и смотреть на себя тоже как бы бонус на мониторе какая-то фигня на телефон на экране в смысле так что я должна сказать то тебе да если тебе понравился ролик поставь палец кверху можешь поставить палец книзу ну короче если ролик понравился ты еще не подписан ты выпускаешь свой момент а ну подпишись и нажми на этот колокольчик будете счастье пока